Продолжение следует... В Таиланде планируют экипировать бродячих собак умными жилетами, оборудованными камерой и датчиками. Они помогут следить за порядком на улицах. В то же время проект пойдет на пользу самим четвероногим, поскольку повысит их авторитет в глазах тайцев. Дональд Трамп отменил программу Дака. Она давала защиту от депортации сотням тысяч детей-нелегалов, которых привезли в страну ещё до наступления их совершеннолетия. «Сегодня я хочу объявить, что программа, известная как Дака, которая была принята при администрации Обамы, отменена». Генеральный прокурор Джефф Сэшнс говорит, что у Конгресса есть шесть месяцев на то, чтобы исправить прореху в законодательстве. По истечении этого срока правительство перестанет продлевать разрешение на проживание в США людям, которые уже пользуются программой. «Нам нужна законная система иммиграции, которая служит национальным интересам. Мы не можем принять всех, кто хочет сюда приехать. Вот как всё просто». Программа, созданная бывшим президентом США Бараком Обамой, предоставила приблизительно 800 тысячам молодых иммигрантов отсрочку депортации, а также возможность легально работать в США. Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от Дака, называя её незаконным попустительством. Впрочем, он неоднократно выражал сочувствие тем, кто подпадал под действие программы. Последние несколько месяцев он предпринимал попытки решить их судьбу. «Мне очень жаль этих людей. Надеюсь, Конгресс сможет им помочь и сделает это правильно». В Министерстве национальной безопасности говорят, что люди, которые работали в рамках Дака, смогут оставаться в США до истечения срока разрешения. То есть два года. Те, чей срок истекает до марта следующего года, смогут подать заявку на продление. Они принимаются до 5 октября. Любые новые заявки после 5 сентября этого года больше не принимаются. Участники программы и их сторонники вышли протестовать во всех крупных городах. Многие говорят, что боятся за свою судьбу. «Мне страшно. Я волнуюсь и переживаю. Не знаю, что будет». Во вторник вечером Барак Обама отреагировал на отмену. Он написал, что это жестокое решение, а также призвал Конгресс предоставить детям нелегалов постоянную защиту. Члены обеих партий – демократической и республиканской – ранее выражали желание решить проблему. Однако прошлые попытки найти компромисс по вопросу миграционного законодательства заканчивались провалом. Если до марта решения не найдут, то тысячи иммигрантов могут депортировать в страны, которые они никогда не называли своим домом. Страны Карибского бассейна и США готовятся к приходу урагана Ирма. Ему присвоили наивысшую пятую категорию и уже называют самым мощным в Атлантике за последние 10 лет. Скорость ветра в центре достигает 300 км в час. Ураган продвигается на запад со скоростью более 20 км в час. Предупреждение об урагане наивысшей категории было выпущено для нескольких подветренных островов, включая Виргинске, а также для Пуэрто-Рико и Доминиканской республики. На Доминиканскую республику стихия должна обрушиться в четверг. «Это природное явление, поэтому его нельзя контролировать. Мы ведём постоянные наблюдения, и всё зависит от того, как 90% населения будут следовать предписаниям по спасению, которые через СМИ распространяют Департамент защиты населения». А это Гаити – страна, которая до сих пор не оправилась от нескольких предыдущих стихийных бедствий. Здесь также готовятся к приходу Ирмы. Власти говорят, что уже выделили средства на помощь людям. «Сейчас у нас 793 временных убежища в семи департаментах. Есть ещё три департамента, пострадавших от урагана Мэтью, где много временных убежищ было разрушено. Некоторые сейчас восстанавливают». «Как мы ожидаем, больше всего пострадают северные, северо-западные и северо-восточные департаменты. К ним также можно добавить артибонит и центральное плато. Но мы будем работать не только в этих департаментах. Мы уже знаем, что наша страна в целом уязвима. Учитывая надвигающиеся ливни, мы проявляем бдительность». По континентальной территории США Ирма, как ожидается, ударит в субботу. В штате Флорида уже объявили режим чрезвычайного положения. С островов южного побережья штата начали эвакуировать местных жителей и отдыхающих. Мусульмане Рахинджи продолжают бежать из мьянманского штата Ракхайн в Бангладеш. По данным ООН, за последние почти две недели границу пересекли более 123 тысяч человек. Рахинджи бегут из страны, опасаясь преследования со стороны военных. Солдаты стреляют по мирным гражданам, даже когда те уже покидают Мьянму. «Позади осталась другая лодка. В ней плыли мои родственники. Когда они отплывали, военные вдруг начали стрелять в нас. Десять моих родственников, в том числе сын и внук, утонули в море. Нам как-то удалось сбежать». У ВКБ ООН также подтверждает, что мирные жители погибли, когда бежали из Мьянмы. «Некоторые люди сообщили, что их родственников сожгли, либо расстреляли, либо забили до смерти. Многие бежали в леса или горы и прятались там несколько дней, прежде чем смогли пересечь границу». Вооружённый конфликт в Мьянме разгорелся 25 августа, когда боевики Рахинджи напали на полицейские блокпосты в штате Ракхайн. В столкновениях уже погибло почти 400 человек. При этом мьянманские власти заявляют, что ведут борьбу с так называемыми террористами. Она началась в октябре прошлого года после подобных нападений боевиков Рахинджи на блокпосты полиции. С тех пор военные в больших масштабах преследуют Рахинджи, которые живут на севере Ракхайна. Международная организация по миграции сообщает, что большинство беженцев живут в плохих условиях, голодают и у них нет доступа к медицинской помощи. «Многие из этих людей живут в ужасных условиях, в импровизированных убежищах и без еды. Некоторые живут на свободе, а некоторые – в военной зоне в Бандарбане. Туда не могут попасть гуманитарные организации». Гуманитарную помощь Рахинджа уже обещает оказать Индонезию. Тем временем генеральный секретарь ООН призвал правительство Мьянмы прекратить насилие. «Я думаю, мы стоим перед риском этнической чистки. Надеюсь, этого не произойдёт, и обращаюсь ко всем властям Мьянмы – гражданским и военным. Необходимо остановить это насилие, которое, по моему мнению, может дестабилизировать регион». Антонио Гутерриш предложил Совету безопасности разработать план действий, чтобы остановить конфликт в Мьянме. Министерство обороны Южной Кореи во вторник поприветствовало решение снять ограничения на вес боеголовок. Об этом ранее договорились президенты Дональд Трамп и Мун Джейн. Соглашение касается боеголовок, размещенных на южнокорейских ракетах. Ранее был установлен лимит в 500 килограммов. Однако его решили убрать после шестого ядерного испытания, проведённого Пхеньяном. «На фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи, лидеры обеих стран договорились снять ограничения на вес боеголовок. Мы надеемся, что это изменение поможет найти лучшие способы противостоять угрозам со стороны КНДР». Президент США в телефонном разговоре также одобрил продажу Южной Кореи вооружение на миллиарды долларов. При этом ограничения на дальность полёта баллистических ракет не обсуждали. В настоящее время лимит составляет 800 километров. Между тем, южнокорейские эксперты пытаются понять, кто играет ведущую роль в ядерной программе Пхеньяна. По официальным фотографиям, опубликованным северокорейскими СМИ, удалось идентифицировать двух человек. Это Ли Хон Соб, глава Института ядерного оружия Северной Кореи, а также Хон Сон Му, замначальника отдела военной промышленности в правящей рабочей партии. Оба эти человека видны на недавних фотографиях рядом с Ким Чен Ыном. Их опубликовали незадолго до ядерного испытания. В 2016-м они первыми получили награды из рук северокорейского лидера. Церемонию организовали в честь четвёртого ядерного испытания. Двумя месяцами ранее они появились вместе с Ким Чен Ыном и серебристой сферой, которую обозначили как миниатюрную ядерную боеголовку. «Известно, что у этой пары тесные связи с Ким Чен Ыном. Ким особенно о них заботится. Он продвинул их на должности запасного члена и члена Центрального комитета партии». Оба чиновника уже попали в чёрные списки ООН США и Южной Кореи. Шестое ядерное испытание в Северной Корее продемонстрировало миру, что страна либо уже разработала водородную бомбу, либо близка к этому. Правозащитная организация Human Rights Watch во вторник представила отчёт о ситуации с правами человека в Китае. По словам правозащитников, Пекин запугивает китайских активистов, которые хотят найти защиту в ООН. «Наверное, многие знают, что в Китае продолжается самый интенсивный период репрессий со времени подавления демократического движения на площади Тяньаньмэнь более 25 лет назад. Но немногие знают, что слежка и критика распространились в другие страны, а также в ООН». По данным отчёта, Китай ограничивает свободу передвижения активистов и следит за ними в других странах. Директор Human Rights Watch Кеннет Рот отмечает, что Организация Объединённых Наций в основном закрывает на нарушение глаза. Например, китайские дипломаты в ООН занимаются открытым запугиванием. Они активно фотографируют активистов, которые пытаются говорить о правах человека в КНР. Есть и другие примеры. «Когда президент Си Цзиньпин приехал в Женеву в январе, чтобы выступить с речью в ООН, дворец наций, по сути, был закрыт. 300 сотрудников ООН отправили домой. Неправительственным организациям присутствовать не разрешили. Такое ощущение, что ООН помогала Си завоевать признание и защититься от любой критики». Директор Human Rights Watch также отметил, что стратегия властей КНР – так называемая «смерть от тысячи порезов». То есть они предпринимают множество мелких действий для подрыва правозащитной системы ООН. Он призвал организацию и страны-члены не попустительствовать им. Между тем, в китайском МИДе заявили, что все обвинения безосновательны и что Китай играет активную роль в правозащитной работе ООН. Импровизированный музей под названием «Маленькая Британия» появился в одном из немецких городков. Создал его местный житель Гэри Блэкберн в ответ на известие о Брэксите. «Я люблю Англию так же, как люблю Германию. У меня зародилась такая идея, когда заговорили о Брэксите. Я решил создать собственную «Маленькую Британию» здесь, в Германии». В небольшом музее все экспонаты напоминают о британской истории. За круглым столом сидит скульптура королевы Елизаветы II в натуральную величину. А во дворе уместился огромный британский танк «Центурион». Его разработали во время Второй мировой войны для противостояния гитлеровской тяжёлой техники. Такой экспонат некоторым соседям пришёлся не по нраву. Однако танк уже демилитаризован и не способен причинить вреда. Его главное предназначение – напомнить людям, как важен мир. Гарри украсил танк белыми голубями и венками из красных маков, которые символизируют жертв всех войн и вооружённых конфликтов. «Танк символизирует мир и свободу. Люди могут посмотреть на этот памятник и подумать о том, что он означает, и сохранить это в памяти». За гигантский экспонат владелец Маленькой Британии заплатил 30 тысяч евро и ещё 5 тысяч добавил за доставку. Танк привезли под экскортом полиции. Есть у Блэкборна и совсем мирный и даже потешный экспонат. Это маленький автомобиль салатового цвета с чёрным капотом. На таком разъезжал мистер Бин, герой одноимённого английского сериала. Стия – небольшой городок в центре итальянского региона Тоскана. Недавно более 200 кузнецов приехали сюда на 22-й тематический фестиваль. Проходит он раз в два года. Центральным событием стал конкурс кузнецов, который проводят уже в восьмой раз. Помериться силами могут все – и студенты, и опытные кузнецы, и художники. В этом году тема конкурса – мечты. Участники приехали со всего мира. Но особенно много из Центральной и Восточной Европы, где традиция кузнечества тянется из глубины веков. «Я студент. В прошлом году начал обучаться художественному кузнечному делу в колледже. Здесь я получаю удивительный опыт. Общаюсь с самыми талантливыми мастерами из всех сфер профессии. Ковать вместе с ними, соревноваться с ними – это очень весело. Лучшее, что можно представить». «Правил немного. У каждого участника три часа. Пользоваться можно только горном, тисками, наковальней и молотом. Ни электрические, ни какие-либо другие современные инструменты не допускаются». «Когда начинаешь заниматься кузнечным делом, то уже не можешь остановиться. Берёшь кусок холодного металла, нагреваешь его, придаёшь ему форму молотом и изменяешь пространство. Он превращается в прекрасное произведение, скульптуру или мебель». Несмотря на развитие массового производства, появление 3D-принтеров и других современных устройств, участники мероприятия надеются, что их мастерство сможет выжить. «Мы видим, что у многих представителей моего поколения пропадают иллюзии в отношении современных идеалов. Всё больше людей возвращаются кремёслом, таким как кузнечество, резьба по дереву». В Стии богата история работы с металлом. В окрестных горах нашли десятки металлических статуй, которые древние этруски создали ещё в VI веке до нашей эры. Плескающихся в воде русалок увидишь не каждый день. И здесь, на южном побережье Великобритании, в городке Бэкскелл они оказались не случайно. Местные жители решили побить мировой рекорд по самому большому количеству русалок, которые собрались в одном месте. На пляж одна за другой стекаются русалки в ярких нарядах. Некоторым мешает передвигаться хвост и приходится добираться ползком. Кого-то просто несут на руках. И вот, наконец, все в сборе. Чтобы установить рекорд, на берегу должны оставаться в течение пяти минут более 300 человек в костюмах этих мифических существ. Официальный представитель книги Гиннесона считал 325 русалок. «Мы установили рекорд Гиннеса по самому большому числу русалок, которые собрались на пляже. Знаю, это прозвучит забавно, но там собралась огромная семья русалок. Это не шутка, всё очень серьёзно. К нам приехали представители книги Гиннеса, подсчитали нас и зарегистрировали наш рекорд». Мероприятие прошло в рамках ежегодного фестиваля «Море». «Самое главное, что мы хотим донести до людей, это то, что нужно заботиться о морях, об их обитателях, заботиться о всём обществе и о прекрасных побережьях, которые у нас есть». Во время фестиваля также прошли различные выступления и мастер-классы по рыболовству и кулинарии. Это другая сторона ежегодного фестиваля Ганеши в Мумбаи. В течение десятидневного праздника здесь чествовали божество с головой слона. Теперь же предстоит большая уборка. Статуи Ганеши всех размеров и цветов, украшенные гирляндами, брошены на пляжах после ритуалов погружения в воду. Церемония символизирует возвращение Ганеши в его мифический дом. Люди верят, что божество забирает с собой все их тревоги и проблемы. Но в реальности проблемы только начинаются. Тысячи статуи, сделанные из вредных материалов и окрашенные химическими красками, наводняют реки, озёра и моря. «Погружённые статуи сделаны не из экологичных материалов. В результате они не тонут и вредят океану. Они просто плавают повсюду. И это такой позор. Статуи, которым поклоняются, лежат с отбитыми конечностями, ушами. Печальное зрелище». Некоторые пытаются проблему решить. Например, делают искусственные водоёмы. «Мы должны понимать важность защиты окружающей среды. Я считаю, что экологически чистый Ганеша – это первый шаг». Один из местных организаторов распорядился окрасить статуи природными красками и установил урны для гирлянд. «Мы используем только природный материал. Это ткань и дерево. Краски тоже природные, чтобы не навредить морской жизни, когда мы погрузим статую в воду». Также всё популярнее погружение статуй Ганеш прямо у себя дома. «Я собираюсь погрузить статую у себя дома в цветочном горшке. Я смогу поклоняться ей целый год». Впрочем, в общенациональном масштабе проблема всё ещё не решена. К примеру, где оказалась эта праздничная конструкция в диснеевском стиле – неизвестно. Возможно, она среди статуй, брошенных на пляже Мумбаи. Эти бездомные собаки стали главными героями нового эксперимента в Таиланде. Их хотят превратить в сторожевых псов, которые следят за порядком на улицах. Это пойдёт на пользу не только людям, но и самим животным. Тайцы бродячих собак не жалуют. «Мы считаем, что бродячие собаки не отличаются от домашних. Нам захотелось придумать что-то, что покажет – они могут быть полезными. Люди увидят, что бродячие собаки могут быть ночными сторожами». На собак планируют надевать умные жилеты. В них есть специальные карманы, в которые вкладывают камеру и датчики. Они включаются, когда собака начинает лаять. Изображения и сигналы передаются на пульт дежурного полиции в режиме реального времени. «Наш замысел – показать, как творчество и технологии могут идти рука об руку и помочь решать проблемы граждан или всего общества». Планируется обучить бездомных собак лаять, когда они видят подозрительных людей или драку, или, возможно, разгорающийся пожар. Защитники животных приветствуют новый проект, но, говорят, разработки пока находятся на ранней стадии. «Пока рано говорить, насколько полезны жилеты. Мы не знаем, как они будут работать. Будут ли работать правильно. Вдруг камера будет закреплена не под тем углом. Это путь проб и ошибок». Стартовал проект в марте. Однако тестирование начнётся лишь после того, как специалисты усовершенствуют умные жилеты.